Привет, друзья, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно Блога на канале Страна Юэй. Что ж, у нас в Украине новое нападение на уличных музыкантов, точнее одного уличного музыканта, темнокожего парня. Герои снова праворадикальные элементы. Избили парня за исполнение композиции Моргенштерна, ну если его песни можно так назвать, Кадиллак, прямо на Крещатике. В общем, эти ультраправые вынудили парня на камеру пообещать, что он больше не будет исполнять песни российского рэпера. В противном случае ему просто отрежут пальцы. В заключении всего ему еще и дали поддых. Полиция на этот счет уголовных дел не открывает, а зачем? Ну и что? Что это произошло вот на центральной улице столицы Украины? Та, ну его. Обычная история, но для нас необычная. Мы такое фиксируем. Разберемся, что случилось, что произошло. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Абсолютно ни для кого не секрет, что на музыкальных площадках, в трендах, на территории Украины в топе песни российских исполнителей. Все об этом знают, все уже, и в том числе наши чиновники, во-первых, смирились, а во-вторых, они сами это слушают. Украинские подростки вообще поголовно слушают российский рэп, используют треки российских исполнителей в ТикТок. Для некоторых представителей молодого поколения Моргенштерн это вообще идол, как минимум хайпа. Его песни и клипы часто залетают и в топ Ютуба, и в топ музыкальных площадок самых разных. Ну а песню «Кадиллак» он исполнил вместе с другим российским исполнителем, Эл-Джеем. Для тех, кто не понимает, о ком я сейчас вообще говорю, то вот, собственно, их фото, этих людей. Ну и поскольку все это в топе, то на хайпе часто уличные музыканты перепевают эти самые топовые хиты, потому что люди им аплодируют, кидают денежку, кроме всего прочего. В Киеве, особенно в теплую погоду, это происходит повсеместно. Во Львове, кстати, тоже, в Одессе, во всех крупных либо курортных городах. В сети на днях появилось видео, как темнокожий парень на Крещатике в центре столицы исполняет этот трек, ну песни это сложно назвать, «Кадиллак» Моргенштерна и Эл-Джея. Вокруг много людей, людям нравится то, что происходит, они записывают это на видео. После исполнения этого трека трое ребят решили на камеру поиздеваться над уличным артистом. Правые радикалы, они, кстати, себя так сами назвали, пригрозили ему расправой, если тот хоть раз еще в жизни будет исполнять песни российского рэпера. И диалог у них случился примерно следующий. Видео мы не можем опубликовать, поскольку это насильственный контент, поэтому я в красках перескажу, как все было. Ребята начали с вопроса, а ты что, Моргенштерна поешь? Вот так вот просто берешь и поешь его песни в центре Киева. Его песни петь нельзя, потому что, по их мнению, он вырождает нашу нацию и вообще он, простите, москаль. Тевнокожий парень сразу ответил, что больше так не будет, но ребята дали ему закрепительный по пузу, как говорится. При этом юноша, схватившись за живот, отходит в бордюры, и мама ей клянется, что Моргенштерна больше петь не будет. Ну, чтобы его оставили в покое, больше не избивали. Избивали, но праворадикалы продолжали, они нанесли еще несколько ударов по корпусу. Ну и в общем, в заключении этого всего сказали, что если еще раз увидят, то отрежут ему пальцы. При этом есть интересный момент. Ребята, которые избивали темнокожего парня за исполнение песен, как они выражались в москаля, говорили почему-то не на украинском, не на государственном языке, а на русском, на вражеском, по их мнению. Их лиц, кстати, на этом видео не видно, но по одному товарищу четко слышно, что у него большие проблемы с буквой «Р». Она не присутствует в его жизни, судя по всему. Может, он именно из-за этого обижен на Моргенштерна, просто не может выговорить. Простите. А теперь, что известно про самого этого темнокожего парня-исполнителя. Судя по всему, зовут его Денчик, потому что видео инцидента появилось на телеграм-канале «Харьков 1654» и там, собственно, было и описание, и обсуждение. Раньше он выступал в Харькове и во Львове, а в Киев приехал, чтобы заработать денег. В сообщении говорится, помните Денчика, который выступал на Холодной горе и собирал деньги на зубы, поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна. В комментариях действия права радикалов осудили и назвали неадекватными. При этом, кстати, следует отметить, что Моргенштерну въезд в Украину не запрещен, и он собирается, насколько я знаю, приехать к нам этим летом. Ну, если с карантином будет все ок. В СБУ заявили о том, что причин не пускать Алишера в Украину у них нет. Проверка, конечно, проводилась весной 2020 года, но ее могут актуализировать к его приезду. Он там 3 июня в Киеве в Дворце спорта вроде как должен дать концерт, потом в Харькове, в Запорожье и еще где-то. Хотя в прошлый раз, когда он в 2019 году был в Одессе, там случился довольно нехороший инцидент. Там как раз в эти дни был траур в связи с пожаром в колледже, где погибли люди, и он во время выступления это назвал гребаной показухой, только немножко в другой интерпретации. Его там частично освистали и обвинили в том, что он иронизирует над смертью людей. Ранее, я напомню, представители праворадикальных группировок избивали уличного музыканта во Львове. И там даже полиция приезжала, а в случае с Денчиком ни одного уголовного дела нет. Такие дела, друзья, к сожалению, на подобные случаи, на подобные инциденты все меньше и меньше реакции со стороны правоохранительных органов. На этом у меня, пожалуй, пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна.юэй. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно слушайте хорошую, качественную, гармоничную музыку, в которой есть музыка. Делитесь своим мнением в комментариях и совсем скоро с вами снова увидимся. Пока!